Поисследуем отдельным комментарием нашу красную нить, нашу такую тему, которая идет через все выпуски политики космоса, в рамках которой мы рассматриваем гегемонию Соединенных Штатов Америки, которая, в принципе, в большом счету с конца Второй мировой войны достаточно прочно установилась над всем земным шаром с момента падения СССР, стала абсолютно и тотальной. В данном моменте мы все-таки акцентируемся на 2024 год и на взаимоотношениях, на взаимодействиях двух стран. Сразу оговоримся, что нет США как одной единой страны, как многие об этом, возможно, ошибочно или зорно думают, что там есть президент, там есть избранные народом парламентарии, конгрессмены, значит, представители и сенаторы. Вот они, выражая волю американского народа, в тандеме с президентом вершат согласованную политику. Ну, мягко говоря, такого нет. Народ в Штатах лишен, ну, индивидуальных, как говорится, лидеров общественного мнения, которые были просто за народ, потому что все лидеры, они либо элита, либо контр-элита. Конгрессмены, только-только избравшись, начинают работать на своих доноров. У них задача не вершить стратегическую политику, а переизбраться. Им тут же надо клоунчить, избрали и тут же, прям, с порога, ну, может быть, максимум через два года, но обязательно у них начинается опять электоральный цикл. Они ничего сделать не могут. Они максимум могут исполнять волю партии, максимум отдельные какие-то гениальные выскочки возможные, но в целом это, опять же, подневольные люди, клоуны. Нет американского народа и каких-то двух партий. Есть кланы, по-разному считают, кто-то четыре, кто-то пять выделяет кланов, внутри только, как бы, демократической такой, неолиберальной партии-эстеблишмента. Есть пара-тройка кланов по консервативную такую сторону, по республиканской части. Условные, там, те, кто за Трампа, условно, те, кто считают его слишком подозрительным, несистемным и фиговым, в общем-то, управленцем. Как минимум, у нас кланов семь, а то и восемь. Эти семь-восемь кланов конкурируют между собой, их конкурирует еще такой гурьбой, там, республиканцы против демократов. В процессе этой конкурентной борьбы они используют Америку как плацдарм для реализации своих странных задач. Цифровизаторы-либералы хотят загнать всех в цифровой лагерь, опять же, паразитируют на штатской экономике. А в экономике у штатов, как мы знаем, дела печальные. Ну, так печальные, как они не были во времен, значит, со времен Великой депрессии 30-х годов. Когда от голоду пару миллионов человек померло, ну, и море-море всяких прикрас, которые чуть-чуть смазали фабрикой звезд Голливуда, которая как раз тогда-то и получила максимальное развитие. Итого, для понимания взаимоотношений России и США, сначала мы отрисовали, что есть в США. Аккуратненько в рамках наших исследований политика космоса мы намекали, что это фактически гражданская война, будет ли она де-факто кровопролитной, или это просто экономическая история, где есть берега голодные, странные, бунтующие, турбулентные, где нет церкви, где нет семей, где нет детей, где нет в том числе и продовольствия. Ну и Вашингтон, как вообще отдельное совершенно государство, не имеющее отношения к большей части адекватной Америке. И наша страна, которая 30 лет сидела фактически в постколониальном Иге, гораздо хуже мифического татаро-монгольского, где наша конституция, скальки, американская создана. Но это изменилось. Изменилось сначала чуть-чуть в 2008-2009 году, потому что вся система долгодолларовая трекнула. И люди поняли, стоящие у руля, что дальше просто печатать доллары, снимать с этого сливки не получится. Следующая точка 2014 года, надлома, если в 2008-м создались предпосылки для Третьей мировой войны, в 2014-м году она началась, и Майданы, Сирия и все прочее, это туда, все в ту степь, это Третья мировая. Но и сейчас эта Третья мировая кульминировала в специальной военной операции, там, где войны фактически не объявляются, ведутся гибридным образом. Но Ваш покорный слуга до сих пор считает, что это локальный конфликт, согласно учебникам генштаба и Уэспойнта, где, как очередной эпизод, очередной пусть и кровопролитный масштабный театр военных действий, продолжил то, что было в Груди, в Сирии, в Майдане и так далее. Сейчас, в 2024-м году, мы имеем некое логичное понимание, сознание, элитами, в частности, на Коновские элиты, те, кто стоят за Байденами, банкиры, забиралы, что украинский проект провалился, хотя начиналось все здорово, даже веселее, чем, например, в Ираке, когда они хотели надрессировать армию иракцев, натравить их на Иран. У них тогда не получилось, украинцами получилось, к сожалению, потому что и дольше готовились, и медийка была поставлена просто гениальнейшим образом. Но все это провалилось. На политике космоса мы это смотрели детальнее, мы обсуждали карту Байдена, карту Зеленского, говорили, что сейчас вот это осень и начало зимы, у Байдена наимерзейшее в жизни такое было только в момент, когда он избрался сенатором, у него жена и дети померли, и когда он сам чуть не помер в 46 лет от операции, значит, надо было ему нервохирургию делать, он мог выжить, мог нет, вот сейчас то же самое. Останется ли он живой? Ну, большой вопрос, процентов все, 67, что останется, но Байден это же аватар, это коллективный такой персонаж. То, что трещит в карте у Байдена, значит, трещит и инфраструктура всей Америки, и консенсус между элитными группами. В 2024 году консенсус сместится в рил политик, в прагматизм, так или иначе, мы уже это видим, но и по факту еще больше увидим. Базовый сценарий, у которого, опять же, процентов 80-90 вероятность, что текущая администрация с текущим Байденом уйдет, на нее повесит всех собак, и будут договариваться с Россией. Отношения будут, ну, наверное, году так вот по аналогии, как в 8-9, что там был некий всплеск в Саакашвиле, но потом как-то потихоньку договорились, что-то изобразили. Причем договоренности сначала не будут публичные, как и сейчас вообще-то происходит, но по факту они покупают уран, покупают нефть, прекрасно торгуют с Россией, где надо санкции снимаются, лекарства снимают и прочее. Вот это все и продолжится. Открытой какой-то ядерной войны точно не будет, американский солдат не ступит на украинскую почву, гадить в Прибалтике, в Грузии, в Армении они продолжат, но в основном это делают англичане, ну, точнее, это британское ОПГ, которое имеет мало чего общего с реальной Англией, это больше такая остынская компания теневая. Вот британцы с американцами, где-то помогая друг другу, где-то конкурируя, будут пытаться паразитировать на российской периферии. При этом торговля идет, товары гуляют, наша экономика растет, штатская экономика падает. Ну и в том числе через взаимодействие с нами они будут пытаться чего-то выторговать, какие-то кусочки, как экологичнее сдать Украину, что за нее получить, как оттуда выйти. Но исход штатов из Украины, по аналогии, в общем-то, с афганским будет исходом, позорнейшим, позорнейшим. Наша страна от этого всего процесса выиграет. Взаимодействие реальных таких обычных россиян с обычными американцами и было адекватно, и будет адекватно, потому что любой маломальски меняемый американский гражданин и в целом американский народ понимает, что меди им врали, и Россия им не враг. Поэтому будем жить дружно в 2024 году.